С новостями спорта Александр Шариков, здравствуйте! Украинские теннисистки победили сборную Японии в домашнем матче плей-офф Кубка Билли Дженкинг, который проходил Черноморский. 4-0. Две одиночные встречи на местном грунте выиграла первая ракетка страны Ильина Светолина. Тихира Мураммацу Харьковченко зачехлила со счетом 6-3-6-2, Юки Найта одолела в трех партиях. Женская сборная Украины вышла в квалификационный раунд Кубка Билли Дженкинг. Илья Тагобицкий и Никита Горбатенко сражались сегодня за места на пьедестале молодежного чемпионата мира по боксу, который продолжается в польском Кельце, но остановились в шаге от заветной цели в весовых категориях до 75 и 91 килограмма, соответственно. Тагобицкому в четвертьфинале противостоял бразильский средневес Исайя Силья. Первый раунд подшефный тренера в КДУ США ХТЗ Романа Черникова и Богдана Даниленко выиграл. Но развить стартовый успех не сумел. Тагобицкий уступил бразильцу раздельным решением судей. 2-3. Соперником харьковского чемпиона Европы в первом тяжелом весе Никиты Горбатенко был представитель кубинской школы бокса Хорхе Луис Филимон Лабайна. Горбатенко начал бой за здравие, однако в дальнейшем резко сбавил обороты, позволил кубинцу перехватить инициативу и в итоге потерпел поражение. 0,5. Карина Снитко поддержала высокий авторитет харьковского спорта на международных соревнованиях по плаванию мультинейшн, которые принимали бровары, в которые собрали участников из шести стран. 17-летняя воспитанница с Дюшор Спартак и училище физической культуры намыла в местной акватории две золотые и три серебряные медали. Путем личных усилий она быстрее проплыла 100 метров вольным стилем 56,77 секунды. Ближайшую соперницу ученица заслуженного тренера Украины Елены Чайки Лобановской обогнала на 0,62. В комбинированной эстафете 4 по 100 метров с Нитко и компания установили юниорский рекорд страны 4 минуты 41,17 секунды. На 200-метровке вольным стилем, а также в двух кролевых эстафетах харьковская плавчиха финишировала второй. Силе и штанга не страшна. Мужская и юниорская сборные Харьковской области доминировали на чемпионате Украины по классическому жиму лёжа, который проходил в Хмельницком. Харьковчане с бесспорным преимуществом выиграли общекомандное перенство, а в отдельных весовых категориях добыли 4 золотые награды. Мастер спорта Украины международного класса Игорь Горазченко одержал ожидаемую победу в весе до 66 килограммов с результатом 145 кило. Серебряный призер чемпионата мира Владимир Цатурян диктовал условия в категории до 83 килограммов. Стартовав с двух центнеров, он затем улучшил этот результат на 7 кило, а рекордные для страны 216,5 килограммов ему пока не поддались. Ещё один подопечный Александра Чернышова и Виктора Джима, чемпион планеты Константин Езык, возвышался над соперниками в новой для себя категории до 120 килограммов. Сработав на три попытки, харьковчанин зафиксировал 217, 225 и 235 килограммов, с которыми можно смело штурмовать мировой пьедестал. Чернышов и Роман Калиниченко стали серебряными призерами в лёгкой и супертяжёлой категориях. А в ветеранском турнире президенту областной федерации пауэрлифтинга и ученику заслуженного тренера Украины Виктора Карпенко равных не было. Илья Трахимчук и Мария Сверидовская озолотились в юниорских баталиях. Диана Гвагвалия и Александра Усенко победили среди девушек. Хмельницкий чемпионат страны был отборочным на чемпионат мира по жиму лёжа, который состоится в октябре в Казахстане. Металл разбил сегодня Николаев-2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге. Харьковчане приложили аутсайдера таблицы с неприличным счётом 6-0. В первом тайме отличился Владимир Танчик. После перерыва дело до разгрома довели Форес Балули, Евгений Подлепенец, Жо, Сергей Люлька и Виталий Фидориев. «Металл» с 40 очками возглавляет группу «Б». Запорожский «Металлур», который занимает второе место, отстаёт на 8 очков. Алексей Заржицкий продолжит тему. В 22-м туре футбольного чемпионата Украины в первой лиге «Металлист» 19-25 принимал «Волынь». Первый тайм остался за харьковчанами. Они чаще атаковали, имели больше моментов и на 36-й минуте усилиями Олега Голодюка открыли счёт. Сразу после перерыва преимущества могли увеличить Владислав Дмитренко и Фрейтос Дерек, но они проиграли дуэль Владиславу Ливанидову. Надёжные действия голкипера вдохновили луцкую команду, которая постепенно отодвинула игру от своих ворот, а в середине второго тайма Артур Рябов дальним ударом восстановил статус-кво. В оставшееся время ближе к успеху были подопечные Валерия Кривенцова. Виталий Панамарь даже забил гол, но арбитр зафиксировал офсайт и взятие ворот отменил. Ничья 1-1. Набрав 40 очков, металлист 19-25 остался в таблице на третьем месте. Впереди Верес и Черноморец, которые имеют, соответственно, на 8 и 5 баллов больше. Олимп в третьем туре чемпионата Украины по регби 15 встречался на стадионе ХТЗ со львовским «Соколом». Борьбы, ожидаемо, не получилось. Действующий чемпион полностью убил интригу ещё в первом тайме, выиграв его с разгромным счётом 55-0. Установка тренера была в основном наигрывать нас, молодых игроков. То есть мы более старались там не биться, грубо говоря, в стену, да, как-то пытались играть на руках. Быстрый мяч, быстрый вброс. И, как видите, всё успешно получилось. Игра сделана, однако во второй половине подопечные Валерия Качанова не стали отбывать номер и заработали ещё 55 игровых баллов. Львовские рэкбисты в концовке размочили счёт со штрафного, но для них это стало слабым утешением. Олимп победил 110-3. Александр Маршуба совершил пять попыток. Ярослав Давыдов в три по два раза мяч в зачётную зону «Сокола» занесли Максим Ковалевский, Сергей Куценко и Александр Ломакин. По одному разу это сделали Сергей Черняченко, Владислав Пономаренко, Максим Чураев и Владимир Войтов, который ещё и забил 10 реализаций. Мы две игры, которые должны были играть дома, мы их пропустили из локдауна. Мы играли в Хмельском до той недели, и видно было, как ребята соскучились по игре, и вот сегодня это вылилось. Если в Хмельском, допустим, может быть, ещё не так всё получалось, как бы хотелось, то сегодня получилось всё. Лидерство в чемпионате захватил одесский Кредо-63, который одержал три победы. Олимп следует вторым, но имеет одну игру в запасе. И нам семь ярких побед. Это были спортивные известия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова